Мирняк не щадить, как военные США обходятся с гражданским населением. Мирняк не щадить, как военные США обходятся с гражданским населением. 8 часов ровно 12 мая 2020 года. Обновлено 8 часов 03 минуты 12 мая 2020 года. Знак авторского права. AP photo. Филиппе Дейна. Жители прохят мимо разрушенной мечети в Масуле, Ирак. Знак авторского права. AP photo. Филиппе Дейна. Москва, 12 мая РИА Новости, Андрей Коце. Более 130 убитых и 91 раненый Минобороны США опубликовала доклад о жертвах среди мирных жителей в результате действий американских военных в 2019-м, больше всего погибших в Афганистане 108 человек. Как отмечает The New York Times. Пентагон явно скромничает, у правозащитников и гуманитарных миссий другие данные. Сирийский Дрезден американские самолеты бомбили Раку, не жалея боеприпасов, с 6 июня по 17 октября 2017-го. Наконец, коалиция, возглавляемая США, официально сообщила о взятии города. Об интенсивности и неизбирательности бомбежек можно судить по репортажам российских военкоров, проникших в Раку незадолго до ее освобождения. Бомбы взрывались прямо посреди жилых кварталов. Американцы и их союзники не стеснялись применять даже боеприпасы с белым фосфором, запрещенные международными конвенциями. Знак авторского права AP Photo Gabriel Chaim Раки, Сирия, 19 октября 2017 года Знак авторского права AP Photo slash Gabriel Chaim Панорама Раки, Сирия, 19 октября 2017 года после нескольких месяцев бомбардировок город превратился в руины. Официальный представитель ООН в Сирии Яна Геллан в апреле 2018-го признал, что там куда более серьезное разрушение, чем в освобожденных сирийскими правительственными войсками при содействии российских ВКС Алеппо и Хомсе. По информации миссии ООН, 70% зданий повреждены или уничтожены. Официальный представитель Минобороны России, генерал-майор Игорь Коношенков сравнил интенсивность авиаударов по Раки с бомбардировкой Дрездена-Англо-американскими воздушными армадами в 1945-м, ситуацию усугубляет то, что гуманитарным организациям трудно действовать в городе. Многие районы по-прежнему лежат в руинах, некоторые улицы заминированы. Точное число жертв подсчитать в таких условиях невозможно. 8 мая 11.55. Война в Сирии, Россия и Турции зафиксировали по три нарушения перемирия в Сирии за сутки. В ноябре 2018-го директор Департамента информации и печати российского МИД Мария Захарова сообщила, что при разборке лишь 2% завалов нашли тело 8 тысяч сирийцев. По разным оценкам, общее количество погибших может достигать 13 тысяч. Неизбирательные бомбежки еще более жестоко, чем Раку. Американцы бомбили иракский Масул. Битва за город продолжалась больше года с 24 марта 2016 года по 10 июля 2017. Иракская армия штурмовала Масул долго и безуспешно до тех пор, пока ВВС США не усилили интенсивность авиаударов. Как утверждают западные правозащитные организации, войска коалиции во главе с США применяли тактику тотального уничтожения, не считаясь жертвами среди мирного населения. По данным ООН, 15 из 54 районов только западной части города разрушены практически до основания. Из 32 тысяч зданий, превращенных в руины, большая часть – жилые дома. По оценкам иракских властей, около 80% городского больничного комплекса буквально сравняли с землей. Знак авторского права АП-2020. Панорама старого города в Масуле, Ирак. 9 июля 2017 года точно подсчитать потери среди населения не могут до сих пор. В ООН говорят о 2463 жертвах, однако, по информации правозащитников, только от авиаударов погибли почти 6000 гражданских. В июле 2017-го министр иракского правительства Хашияр Зебари, ссылаясь на курдскую разведку, заявил, что в ходе штурма Масула убиты более 40 тысяч мирных жителей. По его словам, большинство жертвы массированных авиаударов коалиции. Характерный пример бомбардировка района Аль-Джадида 17 марта 2017-го. ВВС США нанесли удар по зданию, на крыше которого засели снайперы и Г-звездочка, ходя внутри находились гражданские. В результате погибли около 200 человек. Террор дронов за 19 лет войны в Афганистане США и их союзники неоднократно оказывались в центре скандалов, связанных с убийствами мирных жителей. Часто ошибочные авиаудары наносились беспилотников, что вызвало в Штатах дискуссию об этичности использования этого вида оружия в боевых действиях. Последний случай дружественного огня с дронов был в конце января, когда от бомбового удара в провинции Кундуз погибли пять гражданских. Знак авторского права фото. Public Domain. Американский беспилотник МК-1. Predator. Формально США соблюдают политец и каждый раз извиняются. Но никаких выводов не делают и продолжают стрелять куда попало. 4 мая 2009-го американцы поставили своеобразный рекорд, разбомбив две деревни в провинции Фарах и убив до 150 мирных жителей. Госсекретарь США Хилари Клинтон заявила, что Вашингтон глубоко сожалеет о случившемся. А помощник президента Барака Обамы по национальной безопасности, генерал в отставке Джеймс Джонс невозмутимо отметил, что Пентагон оставляет за собой право наносить авиаудары по террористам и талибам на территории Афганистана, даже если это приводит к жертвам среди мирного населения. Ровно через четыре месяца, 4 сентября, американцы едва не повторили свой рекорд, атаковав с беспилотников колонну бензовозов в районе Чардара в провинции Кундуз, вокруг которой столпились десятки местных. Погибли до 90 зевак. Случай же, когда американские летчики принимали афганские свадьбы за караваны боевиков и наносили по ним удары, просто не сосчитать. 24 апреля, 11 часов 57 минут Талибан отверг призыв главы Афганистана к прекращению огня еще в 2009-м президент Афганистана Хамид Корзай в интервью телекомпании CNN. Назвал такие военные операции неприемлемыми. Удары американской боевой авиации, сопровождающиеся гибелью мирных жителей, давно вызывают серьезную обеспокоенность народа страны, напомнил Корзай. По его словам, Кабул мирится с подобным положением дел только из-за тесного альянса с США, надежд народа на лучшее будущее и желание разгромить терроризм полностью. Чем чаще происходят такие инциденты, тем меньше терпения у нас остается, констатировал президент. Судя по всему, и 11 лет спустя оно еще не иссякло.